В минувшее воскресенье в России отмечался День работников дорожного хозяйства. Как лучше всего отметить праздник, если не ударными темпами работы? Особенно, когда объект так ждут жителей, и он находится под пристальным контролем и губернатора, и Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, и вообще должен быть сдан в этом году. На строящемся мостовом переходе через Клязьму изменения сейчас происходят очень интенсивно, и о них регулярно информирует пресс-служба МТДИ. На сегодняшний день со стороны улицы Фабричной сформирован подход к мосту, уложен бортовой камень, ведется устройство так называемой дорожной одежды, многослойного основания и покрытия будущего дорожного полотна. Эти же работы начались на левом берегу со стороны Заречной. На самом мосту и подходах к нему продолжается установка линий наружного освещения, идет устройство ливневой канализации. На минувшей неделе был заасфальтирован и открыт для движения пешеходов тротуар вдоль улицы Фабричная. В минувшую субботу рабочие засыпали черноземом зону безопасности внутри разворотного круга. Теперь строители приступают к асфальтированию дороги с круговым движением на пересечении с улицей Фабричной. Работы планируется завершить в течение недели. В связи с этим с 21 октября будет ограничено движение по улице Фабричной, сообщает администрация городского округа Щелково. На самом мосту также идет подготовка к асфальтированию. Сегодня на стройплощадке работают около 50 специалистов и 16 единиц техники. Общая готовность объекта составляет 80%. Срок сдачи озвучивался ранее, ноябрь этого года. Напомним, строительство мостового перехода началось весной 2018 года по поручению губернатора Андрея Воробьева. Финансирование за счет средств регионального бюджета при участии муниципального. Длина мостового перехода с подъездными путями составит 860 метров. Дорога будет двухполосной с расчетной скоростью движения 70 км в час. Пропускная способность моста составит порядка 12 тысяч автомобилей в сутки, четверть из которых большегрузы, следующие в восточную промзону. Предполагается, что после ввода в эксплуатацию моста поток грузового транспорта в центре Щелково снизится на 15%. Значительно уменьшится нагрузка на Пролетарский проспект. Мост свяжет центр города с восточной промзоной и станет частью восточного обхода. Ирина Микеда, Щелковское телевидение.